Пасхи А какие нельзя Может быть Некоторые из вас сейчас удивились Не оговорился ли батюшка В субботу освящать продукты Подождите Великая суббота Днесь Христос лежит в огробе А вы тут говорите про куличи Про Пасху Про освящение Ведь раз освятил то значит тоже можно кушать что освятил А строгий пост Некоторые вообще ничего в субботу не едят Разве так можно Можно Потому что что главное В пасхальном богослужении В пасхальной литургии Освящение яиц и пасок Нет Главное причащение тела крови Господа нашего Иисуса Христа Придите все постящиеся и не постящиеся Говорит Ян Златоуст В своей знаменитой беседе На этот праздник Суть пасхального богослужения Не в разрешении Вкушения Непостных продуктов А в разделении Радости воскресшего спасителя Через Евхаристию Через причащение его тела крови Ну а корзинки с едой Как правило Мешают Вы пришли с ней Ароматы такие А ты с пятенцу постился Строго Субботу строго постился Ты уже голодный Неистово Стоишь с этой корзинкой Там куличики Пасочки Все пахнет Ароматное все Ты стоишь Голодный Слюни текут И о чем ты думаешь О воскресшем Христе Ты думаешь Скорее бы Батюшка Службу отслужил Поэтому что надо сделать Осветить все куличики Накануне В субботу Чтобы прийти на светлую Пасхальную заутреннюю Помолиться Причаститься Не думая о том Так сейчас я в притворе Оставлю свою корзиночку Пойду причащаться С пустыми руками А тут кто-нибудь ее украдет Или я не замечу потом Куда же ее поставил Не смогу найти Ты все равно Вместо того чтобы отложить Всякое земное попечение Как поется Не только на любой Литургии годы Но и на пасхальной литургии Думаешь о корзинке И о еде Поэтому есть хорошая традиция Освещать заранее Те плоды Которые вы приносите Поется Не тропарь Пасхи Поскольку действительно Господь лежит еще в огробе А другие Молитвоословия Тропарь Великой Субботы Ну освещается Уже так же Как и воскресный день В этом есть Своя логика И можете попробовать На эту пасху Или на следующую Так плоды Свои Куличи Пасхи Яйца Так и Осветить А вот что касается Мяса и других продуктов Скажите Эй батюшка Какие еще мяса Вы что А между прочим В нашем служебнике И в требнике Есть молитва На освещение Брашеных мяс Тут правда Мы сталкиваемся С некоторым парадоксом Потому что согласно Церковной традиции Мы не вносим Мясо В храм А с другой стороны Есть молитва На освещение мяса Вот как же быть Есть молитва На освещение того Чего в храм Заносить нельзя Ну как правило В большинстве случаев Освещение продуктов Происходит на улице И насколько я знаю Все таки Освещение мяс И других продуктов Которых ты воздерживался Которых ты воздерживался В течение последних Там сорока с лишних дней Ближе к белорусско-украинской Молдавской традиции Туда приносят Все Все что хотите И кагор И киви И бананы И вот такие вот Столы стоят Там ломятся От яства И прямо Ходишь Освещаешь И слюнками истекаешь Вот На Руси все просто Куличи Пасхи Яйца Все Ничего лишнего Но молитва На освещение мяса Все таки читается Бывают такие Года Когда ты молитву Читаешь А не в одной корзинке И одной там Колбаски Или каких нибудь Мяс Не видаешь Вот молитва Считай Впустую Я не призываю вас Обязательно покупать Там тонны колбасы И обязательно Перейти Там с палкой Какой нибудь Соровяленой Или сырокопченой Колбаски Сказать там Что вот там Батюшка на экзегете Благословил Совсем не обязательно Но тем не менее Не имейте ввиду Не надо осуждать тех В корзинках Кого вы вдруг увидите Колбасу Сало Или еще что нибудь Мясное Служебник Предполагает Возможность Освещения Этих продуктов Ну и все Пожалуй Повторюсь Что Освещение Продуктов В субботу Равнозначно Освещению Продуктов В воскресный день То есть Нету разницы Между этой благодатью Нет у нас Субботних пасок Или воскресных пасок Нет благодати Там больше В воскресный день Нежели в субботний Следует отдельно Заметить Что Мы Не освещаем Эти яйца И куличи Как допустим Воду В день крещения Или Просфорки На проскомедии Мы посвящаем Эту еду Богу То есть Скорлупки Выкидывайте Спокойно Крошечки Если упали На пол От куличей Не надо Слизывать С пола И думать Куда же их Теперь деть Ах-ах-ах Дети накрошили Ужас-ужас Куда же теперь Это девать Сметаете с мусором И спокойно Выкидываете Какие-то Пакетики бумажные От куличей На которых Чуть-чуть Тесто осталось И так далее Это не является Особенной святыней Которой надо обязательно В течение года И дома хранить И натощак Вкушать Нет Это обыкновенная пища Вкушение Которое Наконец-то Разрешено Всем вам Братья и сестры Через освящение Через посвящение Богу Отдельного Разговора Стоит Тема Наклеечек Пластиковых Не покупайте Ни в коем случае Эти этикетки С крестами С изображением Храмов Святых Икон Богородицы И Спасителей Чего только не увидишь Это будет Действительно Кощунственно Ну как потом Ты их снимать будешь Разрезать Эту икону Пополам А потом Конечно же Только на сожжение Нельзя выкидывать Такую Такую обертку Бываешь Идешь там На радуйницу По кладбищу И смотришь Там валяется Там под ногами Там горы Этих Пластмассовых Икон Что является На самом деле Ничем иным Как кощунством Поэтому Если даже видите Не покупайте А вот Роспись Под хлому Под гжель Или еще под что-нибудь Покупайте Спокойно Ну Проще всего Конечно И душевнее Все-таки Яйца покрасить В красный цвет Традиционный Вот Согласно Преданию О Святой Рунапостине Марии Магдалине Храни вас Бог С наступающим Или уже прошедшим Кто когда будет смотреть Это видео Паса Христовой Христос воскресе Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова